Любовью он исполнен. Тигр лапку приложил и умение вложил. Угощайтесь же, друзья. Тигру отказать нельзя. Музыкальное сопровождение, оригинальная подача, стихотворение, все продумано, да и мелочей. Тигринная семья готовилась к конкурсу основательно. Остальные команды тоже не подкачали. Команда Огурчик Рик подарила организаторам картину. Ребята сами придумали концепцию и рисовали ее несколько дней. Конкурс от 8 канала и радио Лема «Готовим на веранде» превратился во вкусный и увлекательный праздник. Участникам выдали одинаковый набор продуктов от рынка ближней. Команда предстояла приготовить салат. Жюри оценивало оригинальность исполнения и его вкусовые качества. Чтобы принять участие в конкурсе, много не нужно. Нужно было лишь интересно составить про себя рассказ, выслать свою фотографию вашей команды. И уже мы 15 сентября сделали такой итоговый шот-лист наших команд. Всех оповестили. Были выбраны наиболее креативные рассказы. И вы их сегодня видите, эти команды. Буквально через 20 минут после старта конкурса жюри сняли первые сливки. Вернее, пробовали салаты. К названию блюд конкурсанты подошли с фантазией и приготовили не какой-нибудь оливье, а витаминную долину, тигриную страсть и даже летний выпуск новостей. Готовились очень быстро. Мы все работаем, учимся. То есть последние две ночи были самые напряженные. Мы уже второй раз принимаем участие. Первый раз принимали участие в июне. Нам очень понравилось, поэтому решили всей нашей дружной командой принять вновь участие. Ну, в принципе, мы не готовились. Все идет от души. Рецептов у нас никаких нет. Все здесь, все на ходу. Главное – от души. Оставшееся время конкурсанты готовили мясо. Каждый старался как мог. Фекреты нежного и сочного шашлыка раскрывать не хотели до последнего. Мы сами первый раз готовили мясо. Именно разжигали угли. Но все, на удивление, прошло успешно. И мы поняли, что еще вот в копилочку знаний. Ваше сильное блюдо, как вы считаете? Самое сильное блюдо? Мне кажется, это мясо. Это мясо, потому что нам очень понравилась наша подача. Оно было в атмосфере фабрики, то есть этого заведения. Потому что мы тоже любим сюда ходить. И мы подали подачу в минималистичном стиле, как у них. Этот рецепт наш семейный. Его мне рассказала моя мама. В маринад добавляется свежий томат, благодаря чего его кислота разрыхляет мясо. И поэтому он остается очень сочным. Плюс мы еще также добавляем в наш маринад зубчики чеснок, мелко измельченные, в масло растительное. Все это вместе придает нашему шашлыку особый вкус. Самая вкусная часть праздника – дегустация сладостей. Команды должны были приготовить дома десерты и принести на пробу жюри. К сладостям нужно было заварить чай «Виктория», который выступил генеральным спонсором мероприятия. Участники подошли к заданию творчески, добавили в напиток мяту, ягоды, кусочки фруктов. Все участники большие молодцы. Оригинальность в первую очередь поражает. И десерты – это было по ей сегодняшнего мероприятия. Я не представляю, когда все участники успели так профессионально подготовиться. Вы сами видите, как все красиво и интересно. И подача, и вкус блюд тоже не уступает самой подаче. В общем-то, хорошо справились. Как на улице все готовились, собственно, на таких условиях. На барбекю, собственно, так все и получилось. Как того и ожидали. Наградили абсолютно всех подарками от спонсоров. Главный приз – золотая тарелка и корзина чая «Виктория» достались только одной команде. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на восьмом.